А сегодня мы будем делать такой самодельный блокнотик, да, фигурный блокнотик. Сделать блокнот, маленькую игрушку и даже коврик для намаза своими руками. Всему этому можно научиться на занятиях воскресной школы МакТАП при соборной мечети города Саратова. Недавно здесь стартовал новый учебный год. На первых занятиях юные мусульмане познакомились с преподавателями и друг с другом. Для этого они сыграли в игру. Это кто у нас? Алина. Нет, вот это кто у нас? Алина. А я? Ирина. Ирина, папа. Дальше. Алина. Лу. Луинда. В МакТАПе дети будут изучать основы своей религии и познакомиться с этикой ислама. Многие дошколята еще не умеют читать и писать, поэтому уроки в воскресной школе напоминают беседы об исламе. А порой малыши рисуют и играют в познавательные игры. Иногда мы играем и вместе кучкой собираемся. И сейчас вот начало учебного года мы знакомимся играми, определяем, что нам приносить, в какой день приходить, какие с собой ручки, тетрадки, все это брать. Все в игровой форме. Так дети маленькие как бы строгую лекционную речь не воспринимают. Когда заинтересованный ребенок, когда у него глаза открыты и в глазах интерес, я думаю, что и на следующий урок они приходят с таким же интересом. Ребята постарше изучают священный Коран и арабский язык. Быстрее понимать его помогают современные методики. С каждым годом преподаватели воскресной школы стараются модернизировать программу обучения. Стараемся использовать современные учебные материалы, те, которые нам доступны, которые отличаются от учебных пособий прошлых лет тем, что они более красочные. Они рассчитаны на быструю скорость освоения материала. Также детям сразу предлагается уже читать слоги, словосочетания, то есть из тех букв, которые они уже прошли. То есть ребенок, еще не зная алфавита, он уже в принципе может читать слова из тех букв, которые ему знакомы. И тем самым уже быстрее вникает в процесс непосредственного чтения и изучения самого языка. Научить детей совершать намаз и правилам поведения в обществе их мамы и папы, бабушки и дедушки, конечно же, могут и дома. Но взрослые понимают, что эффективнее всего это получится в МакТабе, ведь здесь работают настоящие профессионалы. Мы стараемся, я в прошлом году занималась, но все равно дети учителя или другого человека, они слушают более внимательно. И, конечно, не сравнить знания, которые, допустим, я бы там по-своему дома учила, качество, это даже не сравнить. Надеюсь, что оно будет. Преподаватели МакТаба стараются не просто передать своим ученикам информацию о религии, но и создать в классах теплую дружескую атмосферу. Детям это нравится, поэтому они с нетерпением ждут новых уроков. Здесь все очень хорошо, я первый год был нормальный, я всегда любил здесь учиться, просто мне здесь нравилось. Я чувствую себя с веселым настроем, потому что здесь меня ждут мои друзья. С каждым годом небывалого интереса учениц МакТаба вызывают занятия в творческой мастерской. Здесь юные мусульманки учатся рукоделию, мастерить красочные поделки и подарки своим близким. Свои творческие способности дети раскрывают под чутким наблюдением опытной наставницы. За активной работой время летит незаметно. Урок подходит к концу и девочки с гордостью могут показать, чему сегодня они научились в МакТабе. Впереди их ждут новые занятия, после которых юные мусульманки вновь обрадуют себя и своих родителей красочными поделками. Занятия в Саратовской воскресной школе МакТаб проходят в выходные дни. В этом году уроки будут посещать более 300 детей в возрасте от 5 до 15 лет.